Приветствую всех! Настало время записать видео-разбор поступившего к нам постановления об отказе в УДО. Что это мы все о приговорах и о приговорах? Мы же институт УДО, как-никак. Интересное дело очень. А чем? В принципе, наверное, как и все дела в последнее время. Человеку отказали в УДО из-за наличия единственной отрицательной характеристики за весь период отбывания наказания. А именно, он за весь период у нас имел 13 поощрений, был переведен в облегченные условия, трудоустроен, принимает активное участие во всевозможных мероприятиях колонии, прошел обучение, по приговору имеется штраф, который регулярно оплачивает, а также из заработной платы производится отчисление в счет погашения штрафа. Штраф на миллион восемьсот, из погашенных у него около двухсот тысяч. Сорок тысяч с копейками было удержано из заработной платы, а из заработной платы остальную сумму переводил добровольно он и его родственники. К слову сказать, не важно, кто оплачивает штраф или иск, главное, чтобы это производилось регулярно. Итак, суд отказывает от удовлетворения ходатайства. Ходатайство он подавал уже несколько раз, статья у него 290, часть 5, 4, 3, взятое число. Значит, постановление Кубишевского районного суда города Иркутска очень интересно тем, что суд при отказе от удовлетворения ходатайства, ну вообще поленился дать оценку обстоятельствам моего поведения в целом. Просто сослался на характеристику и сказал, что вышеизложенные обстоятельства, установленные в судебном заседании, не свидетельствуют о том, что поведение осужденного имеет стабильно положительную тенденцию на протяжении всего срока отбывания наказания. Того факта, что осужденный по ряду характеристик характеризуется положительно и имеет ряд поощрений, недостаточно для возможности сделать вывод о том, что осужденный твердо встал на путь исправления. Суд полагает, что исследованные материалы дела свидетельствуют о нестабильном поведении осужденного в период отбывания наказания. Вот так вот. Получается, единственным основанием для отказа от удовлетворения ходатайства послужил вывод о нестабильно положительном поведении, как это очень часто и бывает. А тут еще приплели слово стабильно положительная тенденция. Такая фраза интересная. Тут же суть не раскрывает, что, по его мнению, означает стабильно положительная тенденция на протяжении всего периода отбывания наказания на фоне приведенных данных положительных об осужденном и единственной отрицательной характеристикой, которая ко всему является противоречивой, поскольку характеристиками за 2019 год он характеризуется положительно, характеристиками 2018-2017 года тоже, но годовой характеристикой за 2019 год он характеризуется отрицательно. Ходотайся администрация поддержала, но суд в постановлении при наличии противоречивых данных и сведений не указал по какой причине он принимает вот эту характеристику, которая характеризует осужденного отрицательно и берет ее за основу отказа и отклоняет все остальные положительные данные, которые фактически свидетельствуют, что осужденный справился и не нуждается в дальнейшем обывании наказания. То есть при наличии противоречий суд их не устраняет. Это прямое нарушение требований на УПК РФ. Итак, что не сделал суд? Суд не расклыл сведения, содержащиеся в характеристике. Если эта характеристика тем более послужила основанием для отказа, то суд, даже если не одна она служит основанием отказа, Суд, приводя данные, что осужденный такой-то характеристикой характеризуется положительно, такой-то отрицательно, такой-то положительно, обязан раскрыть сведения, содержащиеся в этой характеристике. Сведения данные о поведении и личности осужденного, свойствах личности, чертах характера, отношения осужденного к содеянному, наличие других положительных сведений. Хотя бы коротко, что согласно такой-то характеристике осужденный допустил столько нарушений, характеризуется так-то, участвует так-то, свойства личности, черты характера и дальше. Согласно такой-то характеристике осужденный и перечислять их, хотя бы коротко выдержки делать, этого сделано не было. Более того, самое существенное нарушение в данном постановлении, то, что осужденный свое ходатайство мотивировало тем, что в том числе проходило обучение, суд вообще в противоречии требованиям статьи 4.11 и 7.79 УКРФ не дал оценку прохождения осужденным обучения и получения им рабочей специальности. В связи с чем постановление является незаконным, немотивированным и по этим пунктам. Кроме того, вывод о том, что поведение осужденного не является стабильно положительным, то есть отсутствует стабильно положительная тенденция, является незаконным, не основанным на законе. Потому что в законе нет такого понятия и критерия для удовлетворения ходатайства, как стабильно положительная тенденция в поведении осужденного за весь период отбывания наказания. Если даже такое понятие принять как термин, то даже при наличии его, почему оно не является основанием для установления обстоятельств, а именно свидетельствует ли поведение осужденного критерием, позволяющим удовлетворить данное ходатайство. Кроме того, отказ обоснован мнением прокурора, возражавшего против удовлетворения ходатайства, который свои возражения вообще ничем не мотивировал, просто возражал. Кроме того, согласно определению Конституционного суда, суд обязан в каждом конкретном случае при отказе удовлетворения ходатайства указывать, по какой причине, какие конкретные обстоятельства свидетельствуют то, что осужденный не достоин условно-досрочного освобождения. То есть постановление должно содержать ссылки на конкретные фактические обстоятельства, препятствующие удовлетворению ходатайства. Ссылку на постановление, смотрите, их несколько постановлений и определений. Кроме того, суд, обосновывая отказ удовлетворения ходатайства осужденного обстоятельствами, не основанными на нормах закона, не оценил при этом судебного заседания материала его поведения в соответствии с требованиями ст. 79, в частности, не привел мотивы, по которым пришел к своим выводам, а это с учетом разъяснений постановления приемлемого Верховного суда Абудо и заменения убытой части наказания более мягким видом наказания, является существенным нарушением норм уголовного закона. Вот если вкратце, так вот, нарушений тут еще много технических, процессуальных, о них не будем рассказывать, многие не поймут. В принципе, это и фишечки наши, не все я раскрыл. Итак, что мы имеем? Осужденный просто характеризовался одной характеристикой отрицательной однажды, все остальные данные о нем положительные. Основанием для отказа послужила эта отрицательная характеристика, а какие отрицательные данные послужили именно содержащиеся в этой характеристике, суд не раскрыл, не посчитал нужным. Жалоба подана. О результатах рассмотрения данной жалобы смотрите во второй части этого видео. Забыл очень важный факт про штраф указать. Суд сослался на то, что штраф выплачен незначительно. Объясняю. Главное платить иски, штрафы регулярно. Не во всех колониях зарплаты достаточно большие, чтобы выплачивать более значительный штраф или иск. Не у всех осужденных положение нормальное финансовое, чтобы действительно более значительно выплачивать по иску или по штрафу. Главное делать это регулярно. Неважно кто, родственники или сам осужденный. Но суд, делая ссылку на незначительность выплат по штрафу, допустил нарушение. В чем оно заключается? Суд, согласно Пленуму Верховного Суда, пункту 7, об УДО и замене наказания, должен был установить причины. Являлись ли объективными причинами, объективным препятствием, причиной невозмещения вреда по иску или по штрафу более значительно. Должен дать оценку, получение осужденных зарплаты, какая сумма, движение денежных средств на его лицевом счете и установить обстоятельства. То есть, согласно Пленуму Верховного Суда, об УДО и замене наказания, не может являться основанием отказа в удовлетворении такого рода ходатайства, то, что человек незначительно возместил вред, причиненный преступлением. Суд должен дать оценку, имелись ли объективные причины, препятствующие возмещению вреда в более большем размере. Этого сделано также не было. Опять же, постановление является немотивированным вообще в целом, во всем. Такое часто встречается. Почему говорил уже? Много раз. С этим надо просто уметь работать. Результат рассмотрения жалобы во второй части видео. Точно не скажем это в апелляции, будет очень уверенно, что дело будет выиграно. Только в какой инстанции сказать трудно? Апелляции, касаться, касаться в Верховный суд. Апелляция имеет право отменить постановление и вынести новое решение человека, освободить прям в судебное заседание суда апелляционной инстанции. Касаться только отменяет, отправляет на новое рассмотрение или в суд апелляции, или в суд первой инстанции. В данном деле мы успели вступить в апелляцию. Родственники быстро передали нам постановление, которое им, в свою очередь, очень быстро выслал суд. Похвала этому суду за это хотя бы. Мы по постановлению по электронному написали жалобу, отправили в суд также в электронном формате через сайт суда. Жалобу приняли, потом, получив, взял запрос на уже полное мотивированное постановление, отправили дополнительную жалобу, разобравшую их больше. Успев вступить в процесс в течение 10 дней. Такое бывает нечасто, поэтому старайтесь заручиться опытом адвоката, который обладает хорошей, обширной, положительной практикой. И на стадиях до рассмотрения ходатайства. Потому что в апелляцию тогда попасть трудно. Приходится прям танцы с бубнами танцевать, чтобы в апелляцию свои доводы нам, к примеру, отправить. Или приходится отправлять жалобу, подготовленную родственникам, родственники осуженного или в СИН письмом. Или вовсе просто вступать уже в судебном заседании по видеоконференцсвязи, свою позицию излагать уже просто устно. Но лучше, когда письменно и на жалобе, чтобы суть ничего не забыл рассмотреть. Это очень важно. Поэтому не пропускайте апелляционную станцию, у нее больше правомочий и полномочий. Это не значит, что в касации потом ничего не сделать. Но тем не менее, когда апелляция имеет право прям в судебном заседании новое решение вынести и освободить вашего родственника, то это, наверное, имеет больше, чем значение. Тем затягивать время, ждать касацию, потом один пересмотр, второй время в итоге может растянуться на 4 месяца, на полгода при пересмотрах. Умейте это в виду. Если ваше постановление похоже на данное, то есть основание отказа похоже, обращайтесь, разберемся. Если сложнее, тоже обращайтесь, у нас дела сотни раз сложнее были, положительные. Так что не надо отчаиваться, надо просто знать, как с этим работать. Всем удачи в делах, пока. Субтитры сделал DimaTorzok